Добрый день, друзья! Сегодня приглашаю вас в Санкт-Петербургский Государственный музей театрального и музыкального искусства. Находится он в историческом здании Дирекции Императорских театров, построенном по проекту архитектора Карла Росси. Театральный музей в Санкт-Петербурге открылся в 1921 году. Основа его экспозиции – редкие экспонаты, связанные с историей русского сценического искусства XVIII-XX веков. Здесь почти полмиллиона экспонатов, изысканные костюмы знаменитых артистов, макеты театральных залов, портреты, реквизит для спектаклей, афиши и программки, копии исторических документов и многое другое. Рассказать о каждом экспонате нереально, а чтобы объять необъятность, необходимо как минимум посетить музей лично. А я только вкратце расскажу о залах этого хранилища. Итак, начинаем знакомиться с музеем. Мы находимся в зале, посвященном истокам русского театра. Речь идет о Допетровской эпохе, когда в России только зарождалось профессиональное сценическое искусство. В одной из витрин можно увидеть копию указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении профессионального театра в России. Датировано 10 сентября 1756 года. Этот день считается датой основания театра в России. Первым директором был назначен поэт и драматург Александр Сумарок. Труппу из 12 человек возглавил актер Федор Волков. Театр находился на Васильевском острове. Билет в портрет стоил 2 рубля. На эти деньги можно было купить 37 килограмм хлеба или 14 килограмм масла. В следующем зале можно увидеть экспонаты, связанные с остановлением российского театрального искусства, строительством первых сцен и созданием единой театральной дирекции. О том, как выглядели первые российские театры, можно представить по макету Вольного российского театра Карла Книппера и Малого театра Казась, на месте которого построен Александринский театр. Привлекает внимание посетителей печать Максимиле директора императорских театров Владимира Телековского, подаренная итальянским актером-трагиком Тамара Сальвина. Такие печати были очень популярны в XIX веке. Следующий зал посвящен театральной жизни XIX века, времени расцвета сценического искусства. Один из главных экспонатов – макет сцены Мариинского театра, в котором выступали Федор Шаляпин, Софья Преображенская, Матинда Кспешинская, Анна Павлова, Вацлав Книжинский и другие. Декорации для представлений создавали художники Константин Коровин и Александр Бенуа. А в иностранных гастролёрах и отечественных знаменитостях расскажет экспозиция 4-го зала. В витрины костюм Сильфиды для итальянской балерины Марии Тальоне. Такой наряд стал прообразом современной балетной пачки. А еще Тальоне вела в моду новую хореографическую технику – танец на пуанты. Здесь же костюм Гамлета для Василия Каратыгина, актёра «Трагика», который своей игрой заставил рыдать Александра Герцова во время спектакля. Экспозиция очередного зала знакомит нас с постановками опер Петра Ильича Чайковского и репертуаром Александринского театра. Это эскизы сценических костюмов и декораций и личные вещи работников дирекции императорских театров. Например, шкатулка для бумаг из кабинета Александра Гедеонова, возглавлявшего театры обеих столиц на протяжении 25 лет. Этот зал посвящен русскому императорскому балету, а конкретно постановкам хореографа Мариуса Петипа. Здесь можно увидеть эскизы костюмов и декораций, афиши спектаклей, оригинальные институнические наряды и фарфоровые статуэтки балерин. Уникальна экспозиция витрины с балетными пуантами знаменитых балерин. В центре туфелька Анны Павлова, у которой был 33 размер ноги. Рядом слепок с ноги знаменитой балерины. В этом же зале мультимедийная экспозиция «Балетный класс». Зайдя на площадку, вы окажетесь на уроке директора Академии русского балета Николая Цискоридзе. Каждый человек, кто как-то не учился в этой Академии, он заходит именно в этот зал, ощущает груз и трепет всей той историей, которой дышат эти стены. Здесь начинали свою деятельность Книжинский, Павлова, Кшельсинская. Именно здесь ставили все самые значимые балеты 20 века. Именно отсюда стартовал модерн в балете. Именно отсюда началась науклассика в балете, потому что первый спектакль, который мы поставили, Федор Моркуковым, величие мироздамы, ставится тоже именно здесь. Именно из этого спектакля вышел великий Джордж Балачин и полностью направление науклассика. Именно здесь на протяжении многих лет был пас усовершенствование Балининг и Эндиагин Морганов. Эпоха Серебряного века представлена в музее великолепной коллекцией сценических костюмов известных артистов, а также реквизитов из театральных мастерских. Отдельный зал посвящен революционному театру. То, что вы видите, это центр земного шара. Если конкретнее, декорации спектакля «Мистерия в Ух» в постановке всей Владимира Иркольда. В небольшом зале афиши к спектаклям русского балета в Париже. Есть в музее свой концертный зал. Здесь проходят репетиции и спектакли. Сказали, в этом зале выступали Виктор Цой и Юрий Шевчук. В следующих залах увидите еще много фотографий и портретов, костюмов знаменитых актеров российских театров. Уверена, заядлые театралы получат огромное удовольствие от посещения этого музея. Где же еще, как не здесь, можно получить такое большое количество информации о русском театре? Где еще можно увидеть редкие, порой уникальные экспонаты? Для всех желающих проводятся экскурсии по специальному расписанию. Находится музей в историческом центре Санкт-Петербурга. Улица Зодчего Россия 2А. Ход со стороны площади Островского. На сегодня все. Спасибо за внимание. Жду вас снова на этом канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok